Зажигательные танцы в уральской столице устроили полтысячи человек. Екатеринбург впервые на три дня превратился в столицу латиноамериканской культуры на фестивале сальсы. В волнующие ритмы погрузилась Мария Козлова. Это новое, хорошо забытое старое. Танец первобытных людей, палу, обещает стать самым модным направлением. На Урале исполняется впервые. Резкие взмахи рук и воинственный топот. Именно эти ритмы, рассказывает Мария, дали начало хип-хопу, риггетону и РНБ. Танец под барабанный бой, говорят инструкторы, сродни ритуальному трансу. Танец достаточно агрессивный, поэтому все эмоции, которые накопились, может быть на работе, может быть на улице кто-то толкнул, неважно. Все это в танце можно в пол пустить, именно в пол. Редкие танцы народов мира в Екатеринбург привезли два десятка преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана и Украины. Первый уральский сальса фестиваль собрал под одной крышей исполнители латины, кубы и афро. Оказывается, сейчас что-то нереальное. Показываешься включить мозг на все 100%. Ну, очень интересная информация и хочется прям всю ее зацепить, все через себя пропустить и так же смочь. Насколько хватит Макса, спорили все танцоры фестиваля. Так, кизомбу, африканский танец любви, не исполняет, пожалуй, даже на исторической родине в Анголе. Сам же сальсьера из Алматы. Корни идут из гаитянского звука, гаитянский звук. Есть ведение корпусом, поэтому многие, о, ну да, похоже на танго. Те, кто танцует танго, им проще понять работу корпусом. За два дня мастер-класса фуральцы станцевали бачату, чачача, пачангу, румбу и сон. Но все же бал правит сальса. Здесь заводной кубинский танец знает каждый. Сальса, пожалуй, единственный танец, где партнеры работают не на технику. Эта техника работает на партнеров. Кураж танцу придают эмоции и импровизации. И каждое следующее движение танцоров – это игра воображения. Двухдневный дэнс-марафон завершился интернациональным выступлением. Правда, понять, кто здесь россиянин, а кто латиноамериканец, было сложно. Мастерство местных исполнителей удивило даже носителей культуры. Когда парни, девушки танцуют здесь, даже кубинцы, которые приезжают, они удивляются, как здесь могут танцевать лучше, чем на Кубе.